Всех приветствую! На прошлой неделе мне в руки попал защищённый смартфон DUE-GV20 PRO. И сегодня я готов вам о нём рассказать. Начнём с распаковки. Открывая коробку, вы обнаруживаете сам смартфон, инструкцию по эксплуатации, гарантийник и ещё некоторое количество бумажной продукции. Зарядник, идущий в комплекте, имеет мощность 33 Вт. Выход на зарядники Type-C. В комплекте идёт кабель Type-C, Type-C и переходник Type-C USB. Экран смартфона 6,43 дюйма, разрешение 1080 на 2400. Оперативная память 12 ГБ, которую можно расширить до 20 ГБ за счёт файла подкачки. Встроенная память 256 ГБ. В смартфон можно установить две нано-сим-карты. Если необходимо, то вместо второй устанавливается карта памяти до 2 ТБ. Основная камера 64 Мп с диафрагмой 1.8. Фронтальная камера Samsung 16 Мп с диафрагмой 2.0. Камера ночного видения 24 Мп с диафрагмой 1.8. Тепловизионная камера на базе сенсора InfraRay 12 мкм. Аккумулятор на 6000 мАч. Влага и пылезащита по стандартам IP68 и IP69K. Вес 298 Г. Остальные характеристики вы сейчас можете видеть на экране. Вынимая смартфон с коробки, вы его сразу получаете в противоударном чехле. На тыльной стороне которого есть подставка, помогающая поставить его на стол. Без чехла телефон выглядит вот так. Варианты цветов серебристый и чёрный. На тыльной стороне расположены три объектива и модули подсветки. Справа две кнопки громкости и кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Слева слот для сим-карт и программируемая кнопка, для которой в настройках можно указать до трёх вариантов использования. Снизу под резиновой заглушкой расположен разъём Type-C, отверстие для микрофона и динамик. Амолед-экран имеет яркость 700 нит, плотность разрешения 609 точек на дюйм, экран защищает Gorilla Glass 5. Рамки у экрана достаточно широкие, но это не сильно мешает при просмотре видео. Основная камера на 64 Мп способна записывать видео с разрешением 2К 30 кадров в секунду. Днём фотографии с этой камеры, даже без обработки, получаются вполне качественными. На вечерних снимках шум, конечно, присутствует, но во вполне разумных пределах. V20 Pro оснащён 24 Мп камерой ночного видения, которая имеет отдельную инфракрасную подсветку, позволяющую фотографировать и даже снимать видео в полной темноте. Панорамные снимки в полной темноте, конечно, не получатся, мощность подсветки этого не вытянет, но на расстоянии 3-5 метров, особенно в помещении, всё видно достаточно хорошо. В смартфоне также присутствует тепловизионная камера, которая может быть использована в различных сферах. Например, при работе с электронными компонентами, для поиска источников холода или утечки тепла. Объекты на расстоянии до 2 метров выглядят вот так. Сенсор 12 мкм позволяет применить смартфон даже в некоторых видах охоты или поиска источников тепла на природе. Например, на этом видео можно увидеть кабану в лесу на расстоянии 50 метров. Конечно, отсутствие отдельного мощного оптического объектива сказывается на качестве картинки. И соревноваться на дальних дистанциях со специализированными тепловизионными приборами, собранными тоже на базе сенсоров InfoRay, но с более высоким разрешением, этот смартфон не сможет. Но надо учитывать и вопрос цены. Стоимость тепловизора, который позволяет при таких же условиях показывать вот такую картинку, практически в 10 раз больше, чем цена смартфона Diuji V20 Pro, который можно приобрести, начиная с 12 июня по ссылке в описании. Вот еще несколько примеров работы тепловизора, установленных на V20 Pro. Если сменить палитру на горячий красный, то изображение получается таким. Сейчас 40 метров. Сейчас 70 метров. Сейчас 100 метров. Опыт использования тепловизоров мне подсказывает, что дальность обнаружения человека для данной модели, в зависимости от погодных условий и одежды, это 100-200 метров. Дальность распознавания это 50-70 метров. Дальность обнаружения лося порядка 300 метров. Дальность распознавания 100-200 метров. На 1000 метров можно обнаружить такие объекты, как отапливаемый дом или едущий автомобиль. Лично у меня в Antutu телефон набрал 420 тысяч баллов. В смартфоне установлен 8-ядерный процессор Mediatek Dimensity 700. Созданным именно для игр смартфон назвать нельзя, но при желании играть на нем вполне можно. Так, например, PubMobile даже на высоких настройках вполне нормально играется. К сильным сторонам V20 Pro надо, конечно, отнести его автономность. Зарядка от 3 до 100% заняла полтора часа, после чего я неделю использовал телефон в обычном повседневном режиме. Правда, тяжелыми играми и просмотром видео я не увлекаюсь. Также надо отметить, что по заверениям производителя устройство прошло сертификацию по стандартам IP68, IP69K, MIL-STD-810G. Лично у меня телефон пролежал в воде 30 минут, и на его работоспособность это никак не повлияло. По крайней мере, пока. Как итог, могу сказать следующее. Для тех, кто собирается в экстремальные путешествия, или тем, кому на работе требуется защищенный смартфон, вполне есть смысл обратить внимание на V20 Pro. С 12 июня смартфон можно приобрести в официальном магазине, ссылка на который доступна в описании под видео. Также обращаю внимание, что на старте продаж для первых покупателей предусмотрена специальная цена. На этом, пожалуй, все. Всем удачи и до новых встреч на канале!